Что-то мы давно не поднимали тему упавшего в начале этого года на Челябинскую область метеорита. На днях ученым удалось сделать сенсационные выводы, касающиеся состава внеземного объекта. В качестве предисловия довольно-таки позитивное, на мой взгляд, интервью человека, который, оказывается, все знал. Ну и возможно, что метеорит был газообразным, то есть жесткий газ, лед из газа. Вот. Газовый лед или как межпланетные тела. То есть, возможно, что он был, структура его была не металлическая, а именно ледяной из газа, да. Все мы помним, как пытался объяснить федеральным журналистам Михаил Юревич. И, как оказалось, только сейчас губернатор-то был прав, просто не смог правильно выразить свою мысль научным языком. Специалисты, изучая космический осколок размером с монету, обнаружили в его парах следы окисления, которые свидетельствуют о том, что метеорит содержал замороженную воду, то есть лед, из космоса. Попав в атмосферу Земли, жидкость испарилась, став газом. Взрыв метеорита как раз и произошел из-за того, что в нем присутствовала вода. Это подтверждает теорию о внеземном происхождении воды. Не исключено, что она появилась именно после падения на Землю комет с жидкостью.